Здорово, это Шамшурин. И прежде чем ты будешь смотреть этот видос, у меня для тебя важная информация. Значит, с 29 августа по 1 сентября четырехдневный юбилейный тренинг-практика. Это будет совсем необычный формат, это 12 по счету поток, нам год. Именно этому формату он самый эффективный, и мы сейчас оставили только его и плюс индивидуалки. Значит, тренинг необычный, вместо трех с половиной дня, дней, дня, дней, будет 4 дня полностью. Будет специально приглашенный гость Макс Красочкин, специалист по внутренним состояниям и по духовным практикам. Будут живые человеческие женщины, которые будут отвечать на твои вопросы и много чего еще. И для того, чтобы записаться на этот юбилейный тренинг-практика, возьмем мы всего 20 человек, как я уже говорил ранее. Ссылка под этим видео, нажимай туда. И еще один момент, если ты до сих пор еще не заказал мою книжку МК-1, мужская книга номер один, которая уже очень скоро выходит, сейчас она печатается, то обязательно успей это сделать. Тираж заканчивается, время продаж тоже. Если тираж закончится раньше, значит мы закроем продажи раньше. Если тираж еще останется, то 1 сентября мы закрываем продажи, стоимость повышается каждую неделю. Обязательно закажи эту книжку, она придет к тебе физическая, красивая, с классной красивой красной гранатой. И помимо книжки ты можешь заказать вместе с этой книгой пакеты видеокурсов самых бомбовых, самых классных, самых крутых. И собственно говоря, в этих курсах есть задания, которые ты можешь начать делать уже сегодня. А книжка придет к тебе в начале сентября. Ссылка на покупку книги здесь под видео, ссылка на запись, на юбилейный тренинг практика, также здесь под видео. Все, увидимся, пока. Парни, пацаны, мужики, всем привет. Это Юрий Сенцов и канал Все твои Владимир Шамшурина. Недавно было снято великолепное веселящее видео покатушек, в котором я многозначительно отмолчался, потому что, ну ребят, объективно темы про армию меня немножко, так сказать, расстраивают, потому что мое личное мнение, я его никому не навязываю, но опять же я его имею право озвучить, потому что, как всегда, есть, у одного мнения есть сторонники, а второго нет. Вот, я надеюсь, что сторонники того, что там в армию ходить не обязательно и тратить на это время, за которое здесь можно зарабатывать деньги, там познакомиться с женщиной и прочее, ну, как бы, в этом тоже что-то есть. К чему это все, ребят? У нас реально праздник, у нас состоится групповой, четырехдневный, не три с половиной, там, и не три дня, и плюс какой-то вечер, а именно полноценных четыре дня. Это праздничный тренинг, это праздничное мероприятие. Я прям хотел его в таком, в праздничном формате произвести, потому что тогда, когда парни в покатушках доносили о том, что у нас будет праздничный тренинг, юбилейный, там, как будто мы на этом тренинге убили 12 человек, и теперь мы празднуем, и сейчас в этот тренинг уже убьем 14. Ребят, на самом деле мы уже ровно год выпускаем каждый месяц по более чем 20 человек живых людей, которые уже, выходя в поля, начинает делать те вещи, которые они раньше никогда не делали, и занимается тем, чем раньше, в принципе, они даже подумать не могли, что это работает. Ну, на них, по крайней мере. Конечно, там Шамшурин как это все делает, но у него же дар божий, у него талант, телки подставные и все прочее. Но, ребят, объективно, на самом деле, все так и есть, как происходит. Вы, приходя в тренинг, за 4 дня делаете много всего того, чего вы не делали раньше, и теперь у вас получаются какие-то сумасшедшие вещи. Вы начинаете брать телефоны, вы начинаете звонить телкам, вы начинаете на свиданках их трогать, вы при знакомстве начинаете их трогать, то есть много того, что вы раньше себе не позволяли, начинает происходить в вашей жизни. А что касается именно формата, 4-дневный формат дает возможность всем, это сейчас просто идет, вот пускай это будет звучать как реклама, но я правда рад, потому что я и сам причастен к тому, что когда мы перестраивали формат на 4 дня, мы долго думали, как сделать так, чтобы к нам могли попадать ребята, по крайней мере, которые живут в ближнем зарубежье, где-то там, ну, даже с дальнего зарубежья приезжают. У них есть возможность быстро все сделать за 4 дня и, соответственно, получить то, что они хотят. Не затрачивая на это кучу денег, соответственно, и не затрачивая также у кого-то, может быть, даже деньги есть, но у них нет свободного времени. Можно подумать, что 4 дня это мало для того, чтобы у вас там что-то кардинально поменялось в жизни. Я даже слышал пару раз такие моменты, что вот, там, в том тренинге это 2 месяца. Ребят, ну, искусственно растягивать то, что можно сделать реально там за 2 или за 4 дня, в принципе, на это нет необходимости, ни времени. И из этих 2 месяцев тренер с вами встретится максимум там 1-2 раза, остальные все будут онлайн и прочее. Здесь именно 4 дня живого общения с женщинами и непосредственно под руководством тренеров, в частности, Владимира Шамшурина, но мы ему тоже, конечно же, в помощь. Я и еще там один парень с ушами. Вы могли его видеть на нескольких видео, которые здесь бывают. Я сказал это вслух. Вот, ребят, поэтому прямо от души я поздравляю себя и вас с тем, что у нас будет праздничное мероприятие. Конечно, там уже Шамшурин вам рассказал про все наши плюшки, которые там будут. Это плюс целый халявный день, который вы просто как бы получите. Короче, это будет целый халявный день, в отличие от того, что мы предлагаем всегда от обычного классического тренинга. Итак, едем дальше. Ребят, что касается собеседований, которые у нас проводятся. Кстати, я хочу сказать, что это обязательно условие. Его тоже ввели. Оно было до этого, такое условное, но мы поняли необходимость собеседования тоже ровно год назад, когда внедрили формат практики. Что включает в себя собеседование? Значит, на собеседовании мы, естественно, на вас собеседуем, спрашиваем, какие у вас результаты на сегодняшний день, что вы там уже добились, зачем вы хотите прийти и прочие-прочие мероприятия. Иногда бывает такое, что спрашивают, вот вроде вы на собеседовании мне там будете продавать тренинг. Меня это больше всего удивляет, потому что наша задача, как мне кажется, ребят, вот как мне кажется, когда вы уже нам звоните, вы уже понимаете, что, скорее всего, хотели бы обучаться у нас. Потому что, когда я смотрел, в свою очередь, там, каких-то пикаперов в пятнадцатом году и наткнувшись, напоровшись, так сказать, на канал Владимира Шамшурина, я уже просто не смог оттуда выйти и понял, что это то, что мне нужно, я хочу быть только здесь. Единственное, там, какие-то моменты мне нужно было там утрясти. И я тоже позвонил, и со мной тоже, кстати, проводилась вот собеседка. Бывает такое, кстати, что на собеседовании, после прохождения собеседования вы можете реально не попасть на этот тренинг. Почему это может произойти? По одной простой, да не по одной, по нескольким причинам. Некоторые из вас думают, что тренинг Владимира Шамшурина состоит из того, что Владимир, он же любитель рассказывать всякие разные красивые истории, он будет это делать непосредственно в зале, и я туда приду, сяду, возьму себе кофе, возьму ручку с блокнотом, буду записывать вот эти крылатые фразы, благодаря которым я выйду в поле, подойду к любой тёлке, я их произнесу, и она сама собой, конечно же, мне тут же даст возможность с ней общаться, так сказать. Вот. Ну, мы пытаемся там вам всем объяснить, что тренинг – это четырёхдневная, кропотливая работа. в каждом тренинге, через каждого участника проходит более ста женщин. Для того, чтобы они через вас все прошли, в зале сидеть не получится, приходится работать в полях. Иногда бывает такое, что люди после собеседования говорят, что что-то я буду бегать, мне, в принципе, ну, я же там заплатил бабки. Ну, тем самым мы таких людей просто освобождаем от надобности там, грубо говоря, тратить наше и ваше время. Есть такие моменты, что ребята часто из взрослого поколения, так сказать, за 30 и больше, когда узнают, что в тренинге нужно действительно там, помимо того, что знакомиться, ещё выполнять какие-то задания, подходить там к женщинам и говорить там какие-то разные вещи смешные. Они не хотят выглядеть дураками, вот, и, соответственно, не хотят, чтобы, ну, чувствовать как-то себя некомфортно. Поэтому, поэтому в собеседовании это можно, так сказать, отметить, это можно всё выявить и тем самым тоже, грубо говоря, там освободить человека, который не хочет проходить вот эту дискомфортную черту, оставить наедине там с самим собой, со своими мыслями, со своими порнографией и прочим. То есть, грубо говоря, я даже иногда пугаю, что у нас там очень много работает, чтобы к нам в тренинг приходили именно те ребята, именно голодные ребята, да, которые хотят достигать результатов путём именно работы. Потому что, сразу хочу сказать, что по-другому это сделать не получится. Поэтому собеседование для многих ещё служит тем, что они избавляют себя от возможностей, там, ехать в Москву, тратить деньги и прочее. Они решают, что, ну, они продолжат дальше смотреть, канал и попытаются там самостоятельно что-то сделать. Вот за этим ещё проводится собеседование. Также, если посмотреть со стороны тренерского состава, нам важно, чтобы действительно те ученики, которые приходят к нам на обучение, выполняли все те задания, которые мы вам даём. Потому что в этом случае, только в этом случае, мы можем дать вам гарантию качественное обучение. Это звучит так, что мы вам полностью отдаём всё, что у нас есть, а вы должны полностью всё это брать. Иногда бывает такое, что люди приходят, они понимают, что раз они заплатили деньги, то тренер им так или иначе всё это всунет и всё это запихает. Таких тоже, ребят, мы стараемся предупреждать о том, что так тоже не получится, парни, нужно будет работать. Те, кто это делать не хочет, вам лучше вот в принципе на тренинг тогда и не ходить. Это реально так и есть, потому что для тренера очень сложно, когда группа там 20 с лишним человек, к примеру, делает одинаково задание и один из чуваков начинает там упираться рогом, говорит, что я это делать не буду, вот это не хочу, здесь мне сложно, здесь мне тяжело. Ну, ребят, всем тяжело, мы всем помогаем. Но если вы начинаете упираться там ещё прямо в собеседовании, что вы это делать не хотите, там или что-то ещё, тогда нам тоже лучше с вами сразу не встречаться, потому что там в тренинге никто никому не поможет, то есть не вы нам, не мы вам, тем более уже. Вот. Нам важно, чтобы у нас поток был ещё в тренинге, плюсом ребята начинают помогать друг другу. Если, допустим, ты сидишь и, к примеру, там что-то делаешь, записываешь, стараешься, слушаешь, а потом выходишь в поля и, грубо говоря, твой помощник, который всё там просрал, прослушивал, начинает тебе мешать, ну, мы об этом всем проговариваем, что мы стараемся не то чтобы отбирать, а отсеивать, так сказать, тех, кто не хочет работать. Поэтому собеседование, оно и для нас важно в том числе, потому что комфортно работать с группой более 20 человек, ну, нужно там плюс-минус, чтобы хотя бы люди были адекваты и понимали, зачем они идут в тренинг, да, помимо тех целей, что у них есть, да, чтобы они понимали, что мы там все будем работать и работать, мы будем большой и очень дружной компанией, так сказать, и моя задача в собеседовании вас всех, как сказать, вот всех таких дружелюбных и трудоспособных выявить, потому что это интересно и нам, и вам, это очень повышает конверсию, также результаты и нам тоже хочется, ребят, хороших отзывов по поводу тренинга, поэтому всех лентяев, которые там, ну, реально даже готовы заплатить бабки, мы просто не берем, потому что, во-первых, не лентяй этот, который придет не выполнить своих результатов и потом скажет, что тренинг говно, не я, который, допустим, там, или Владимир Шамшурин, который убьет на чувака там полдня времени и энергии и после этого тот чувак не принесет результаты, ну, короче, это будет неприятно не той, как говорится, ни другой стороне, вот зачем проходят, в принципе, все собеседки, что еще хотелось бы сказать по поводу собеседования, непосредственно я всем этим занимаюсь, иногда на собеседовании я могу позволять себе, ну, задавать там вам разные компрометирующие вопросы, вот, я прежде всегда говорю о том, что, чтобы, ну, когда вы будете проходить собеседование, вам лучше остаться одним, иногда я просто провоцирую людей и некоторые начинают обижаться, что, что это вы так со мной разговариваете, я же тут позвонил, вам готов там принести бабки, а вы со мной вот так вот, опять же, ребята, в тренинге, в самом тренинге, в групповом с вами, честно говоря, сюсюкаться никто не будет, потому что результаты, они достигаются все-таки не чаепитием, там, а трудом, и иногда, кстати, многие приходят за тем, чтобы реально опиздюлиться в тренинге, потому что у них не хватает, ну, не хватает сил поднять свою задницу самостоятельно, и им нужна тренерская помощь, они платят и приходят за то, чтобы им дали хороших пиздюлей квалифицированные тренера, поэтому, когда мы начинаем некие провокации на собеседование, я устраиваю, грубо говоря, то люди начинают обижаться и волноваться, и это тоже, как бы, мне говорит о том, что взаимодействие с этим человеком внутри тренинга, возможно, будет не самым комфортным ни для нас, ни для вас, то есть, и поэтому, если вы обиделись на собеседование и не пришли, ребят, ну, как бы, не то, чтобы мы сильно очень расстроились, но, явно бы нам хотелось, чтобы вы понимали, что и в собеседовании, и в тренинге, в том числе, как бы, ну, лояльности к вам, ну, не будет, потому что иначе не будет результатов. Если вы хотите заплатить за лояльность, вы уйдете ни с чем, а нам это не нужно, и вам это, в принципе, не нужно, поэтому просто надо, как я говорю, что самый золотой клиент, это тот, который пришел и сказал, парни, я голодный, я готов на все, делайте со мной, что хотите, потому что я нахер устал так жить, я пробовал там по видео сам в течение года что-то подходить, меня сливает, все у меня накипело, я понимаю, что я где-то уже близко, я уже все прощупываюсь, ну, я готов с вами там, ну, не вступать в какие-то жесткие дискурсы, я готов просто работать. вот не то, чтобы нам хотелось таких клиентов, ребята, лучше с таким посылом вообще приходить, я и сам с таким посылом пришел, и все ребята, кто приходит с посылом или с запросом, как это правильно называть, кто приходит вот так, у того в основном самые лучшие результаты. Те ребята, которые приходят, заплатив деньги в ожидании, что перед ними там тренера будут танцевать, мы в принципе будем там перед вами танцевать, действительно, потому что вы наши клиенты, мы обязаны вам отработать, раз вы пришли, но, грубо говоря, если мы не будем танцевать с вами в паре, то ничего из этого, ну, не получится. Вы отслушаете материал, посмотрите, как работают другие, посмотрите, как все получается у других, и просто уйдете домой ни с чем. Поэтому мы вам предлагаем приходить и работать, ну, прежде, естественно, что звонить, и каждого из вас я буду собеседовать. Ну, дядька я на самом деле хороший, не злой, вот, поэтому я жду звонка каждого из вас, кто решился пойти, кто хочет пообщаться, кто хочет вообще понять, на каком он. Иногда бывает такое, что я, ну, прямо сейчас человеку не предлагаю приходить, предлагаю приходить, допустим, через месяц, чтобы он там дозрел, созрел. Иногда такое тоже, вот на собеседовании это тоже можно выявить, потому что, если чувак там, ну, прямо не готов от слова совсем, то действительно лучше подождать месяц, там, не тратить лишние бабки и время, допустим, там, получить какие-то минимальные задания, да, и тогда уже приезжать к нам в тренинг. Поэтому, ребят, еще раз всех поздравляю с на, вас и нас с наступающим, с наступающим Новым Годом, хотел сказать, с наступающим юбилейным тренингом, который пройдет с 29 августа по 1 сентября. Это 4 полных дня, плюс в подарок какая-то книжонка от Владимира Шамшурина, не знаю, что он там понаписал, но грозится, что она очень интересна. Я, кстати, читал маленький отрывок, мне понравилось, за остальное сказать еще не могу. Вот, ну, надеюсь, что этот автор вас в очередной раз не обманет и все-таки даст настоящий годный контент. Ребят, приходите, рады будем вас всех видеть, вас ждет, как всегда, горячее, интересное собеседование. Всем пока!